привет всем сегодня хочу поговорить с вами немножко о обжатии витой пары такой кабель который соединяет ваш модем провайдера с компьютером либо модем с роутером либо с приставкой мы будем говорить сегодня о его домашнем использовании ну немножко теории у нас допустим используются кабеля двух типов то есть это витая пара категории 5e они могут быть четырех жильные и восьми жильные то есть тут все зависит от того что вам нужно если допустим у вас подключен приставка зала либо тарифный план вашего интернета до 100 miabit включительно то тогда вам в принципе пойдет и 4 жильный кабель 4 жильный кабель у нас обжимается коннектором в основном зажимаются три первых контакта и 6 то есть но обычно бело-оранжевый оранжевый бело-зеленый зеленый либо бело-синий синий идут смысл в том чтобы было обжато с двоих сторон одинаково то есть цвета совпадали вот на картинке здесь показано 1 2 3 и 6 то есть можно обжимать в такой последовательности либо по другим цветам но чтобы они с обеих сторон совпадали на картинке показан вот разъем защелкой вниз далее если у вас это опара 8 жил то обжимается по схеме 568 б то с одной стороны было оранжевый оранжевый бело-зеленый синий белосиний зеленый бело-коричневый коричневый со второй стороны точно также опять же повторюсь цвета не обязательно в такой последовательности лишь бы они с двух сторон были одинаковы то есть если допустим последний коричневый на одной стороне значит и последний на второй стороне тоже должен быть коричневый то есть это должны быть одинаковы эти кабели используются повторюсь если у вас допустим скорость интернета до 100 мегабит секунда ну вот я в своей практике столкнулся с такой вещью перешел я на тарифный план ясно 200 smart значит скорость 200 мегабит секунду 200 мегабит значит и что должно какие условия должны соблюдаться для этого то есть 4 жильный кабель уже в любом случае не пойдет нужен обязательно 8 жильный длина кабеля опять же не более 100 метров иначе дальше идет затухание и положенной скорости вы не получите опять же подключил это все таким кабелем но у меня почему-то скорость при тестировании 100 мегабит по тарифному плану должна быть 200 мегабит на прием и 100 мегабит на обратку то есть я получал стоны прием и 100 на обратку но я искать начал чем проблема кабель как положено 8 жильный обжат вот таким образом как положено далее что нужно знать еще что модем провайдера также имеет гигабитные порты обязательно встречалось такое что модемы были с 100 мегабитными портами и соответственно скорость не получали абоненты заявленную то есть в этом случае только замена оборудования и последний нюанс ваша сетевая карта должна быть гигабитная в компьютере как это можно проверить но соответственно с кабелем тоже должно быть все нормально он должен быть обжать правильно и так далее то есть вот если мы заходим свойства сетевой карты здесь показывает 100 мегабит секунду то есть как я не крутил вроде все нормально 100 мегабит не более того кстати не лишним будет посмотреть настройки самой карты здесь мы сразу увидим параметр дополнительно есть такой параметр скорости дуплекс вот стоит автосогласование можно принудительно поставить 1 гигабит секунду дуплекс то есть если у вас есть такие параметры значит ваш карта гигабитная в любом случае вот я даже ставлю как положено у меня сетевая все равно скорость соединения показывает 100 100 мегабит секунду здесь должен быть 1 гигабит в чем же оказалось дело оказывается есть небольшие нюансы при обжатии кабеля чтобы получить скорость выше 100 мегабит секунду вот на этой картинке показано значит кроссовер гигабит ethernet то есть с одной стороны кабель обжимается так как и до 100 мегабит ну естественно обязательно восьми жильный белоранжевый оранжевый бело-зеленый синий бело-синий зеленый бело-коричневый коричневый а с другой стороны бело-зеленый зеленый белоранжевый бело-коричневый коричневый оранжевый синий бело-синий вот то есть при таком обжатии кабеля значит мы должны получить свою заявленную скорость в интернете пишут что в принципе это если стоит довольно старая гигабит на карта что возможно то есть новые сетевые карты сами определяют то есть каким образом обжат кабель и такой проблемы не возникает ну вот у меня проблема возникла сейчас я покажу как обжать правильно кабель с помощью обжимки либо подручными средствами покажу какие бывают кабеля и потом проверим результат так ну вот я продемонстрирую вам значит два типа этой паре заводской вот это вот заводская 4 жильная обжата с двух сторон одинаково белоранжевый оранжевый бело-зеленый зеленый 1 2 3 и 6 здесь то же самое 1 белоранжевый 2 оранжевый 3 было зеленый 4 5 пустые 6 зеленый и 7 8 также не используется то есть вот этот кабель вам приходится на подключение если у вас скорость интернета до 100 мегабит он подойдет то же самое заводской кабель но уже 8 жильный обжат одинаково с двух сторон белоранжевый оранжевый бело-зеленый синий бело-синий зеленый белокоричневый коричневый то есть вот этот кабель значит теоретически должен нормально себя показать при подключении если у вас скорость интернета больше 100 мегабит как у меня допустим 200 но при условии что если если у вас стоит довольно новая относительно сетевая карта так ну и сейчас если как мне вот это не помогло сейчас мы обожмем 8 жильный кабель 5 категории 5 е для того чтобы вот у меня подняла скорость то есть одна страна уже обжат допустим белоранжевый оранжевый бело-зеленый синий бело-синий зеленый белокоричневый коричневый и обожмем его здоровой стороны для этого нам понадобится обжимка и сами коннекторы rg45 значит если у нас есть обжимка конец кабеля теперь распределяем его по цветам бело-зеленый зеленый белоранжевый бело-коричневый смотрим чтобы они у нас возможности не переплетались бело-оранжевый бело-коричневый далее идет коричневый оранжевый и синий бело-синий то есть точно так как на картинке которые показаны в начале видео выцариваем их сверяем еще раз бело-зеленый зеленый белоранжевый белокоричневый коричневый оранжевый и синий бело-синий готовили теперь обрезаем их ровненько то есть у меня обжимка есть если мы все это делаем в домашних условиях у нас нет обжимки просто ровненько обрезаем их кусачками допустим кусачками обрезаем ровно я буду пузыть отжимку еще раз проверяем бело-зеленый зеленый бело-оранжевый бело-коричневый коричневый оранжевый синий бело-синий значит моем случае еще рассмотрим чтобы было все ровненько берем коннектор g45 теперь вставляем наши провода до упора опять же проверяем бело-зеленый зеленый бело-оранжевый бело-коричневый коричневый оранжевый синий бело-синий ставили ну и теперь если у вас есть обжимка просто вставляем обжимку до щелчка придерживаем и нажимаем обжимаем в том случае если у вас нет обжимки берем обыкновенную плоскую отвертку и вдавливаем каждую пластинку чтобы она пробила проводку и был контакт из пластиночки вот эти вот должны у нас по уходить вниз но для этого соответственно нужно приложить некоторое усилие и проверяем дожаты они или не дожаты но я вот это вот сделаю при помощи обжимки то есть проверяем все обжалось ровненько но у кого нет обжимки можно это делать с отверткой но надо делать предельно аккуратно вот таким вот образом то есть эти пластинки должны уйти в углубление ну и соответственно если где-то что-то не так не дожали провод работать не будет то есть это работа очень ответственная лучше делать ее предельно аккуратно медленно так сказать ну если вообще зато порыв естественно у вас на сети покажет крестик либо на зале на телевизоре ну а если какой-то не дожат то может не показать и еще один такой момент до 100 мегабит восьми жильный кабель пятой категории 5 и витая пара также обязательно необходимо использовать если вы подключаете камеры видеонаблюдения особенно если они питаются через поя то есть по другим жилам идет питание камере то есть там восьми жильный кабель тоже обязательно ну вот значит кабель обжат осталось только воткнуть и проверить нашу скорость как она изменилась что показалось свойствах сетевой карты воткнуть и 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 вот Продолжение следует...